Доброго вечера, мы из Украины. Очередная сводочка по событиям текущей войны. И одна из главных новостей у Z-Patriot'ов, это контратака Российской Федерации на Курскую область, в частности на Снагость. Снова, как обычно, танковые колонны, которые мы разматываем, снова переправы, которые мы кроем. Ну, в общем, спецоперация идет по плану, только вот по-нашему. Потому что, ну, наконец-то, наконец-то, те самые атаки на Курскую область, ради которых, собственно, и затевалось все это мероприятие. Я напомню, что одна из целей атаки на Курск, ну, на Курскую область, отвлечение сил противника с других направлений. Но Путя, мудрый геостротек, не повелся на провокации. Мне же вот тут же эти Z-ники писали, рассказывали, что нет, это все провокация, но мы на них не поддадимся. Сдадим Курск, но силы не перебросим. И вот сейчас, как я и говорил, через месяц до них дошло, что надо что-то делать. И вот теперь все-таки силы брошены вот в атаку на Курскую область, как мы и планировали. И теперь эти же Z-нички пишут, что ага, вот, смотрите, как мы в контратаку пошли. Вы же только что рассказывали, что контратаковать на этом направлении это глупо, надо сосредоточиться на Донецком направлении, а в Курск типа пофиг, это все провокация. Ну, короче, у них какой-то явно психический недуг, какое-то раздвоение личности. Причем некоторые умудряются до сих пор говорить, что мы не сведемся на провокацию и не будем выбивать ВСУ из Курской области. Хотя это уже происходит. Ну, в общем, на снагость они выдвинулись и даже этот населенный пункт вроде как отбили. Вот там рапортуют о взятии множества населенных пунктов, где-то две трети из которых никак не подтверждены. Ну, это, собственно, и не важно, не в территории дела, а в перемалывании противника. И вот, наконец-то, наконец-то противник пошел перемалываться, как то и планировалось. Ну, а зетнички теперь кричат о котле в Курской области, хотя там и не пахнет котлом. Более того, скорее будет котел для россиян. Это не факт, далеко не факт, но предпосылки к этому имеются. А вот предпосылок к окружению ВСУ на том направлении вообще никаких нет. С чего? Где они взяли этот котел? Непонятно. Ну, опять какие-то пьяные фантазии. Атаки на час Афьяр тоже вроде захлебнулись. Они там перешли этот канал. В очередной раз это уже не первый переход канала, но, тем не менее, дальше продвинуться не смогли. И, ну, там просто серая зона в этом районе, в которую они могут иногда заходить, получать люлей и уходить, если есть кому уходить еще. На Углидаре вроде тоже без изменений. Там совсем крошечные продвижения. Ну, правда, вот с фланга Углидара есть небольшое продвижение, но там буквально на километр максимум, может, полтора. Ну, основное направление Покровское, где тоже плюс-минус без изменений. Все так же продолжают очень-очень медленно, но, тем не менее, продвигаться российские войска. Что характерно, в том районе сформировался такой достаточно большой карман, в устье которого находится населенный пункт Горняк. А внутри там желанные два поселочка, Перша и другая желанная. И, честно говоря, я рассчитывал, что этот карман достаточно быстро схлопнется, потому что, ну, там укреплений практически нет. Уже вот к устью этого канала есть какие-то природные препятствия. Ну, и там же, наверное, вот в районе Горняка, там, судя по всему, и Кураховки, там укрепления есть. А сам этот карман, я думал, уже схлопнется. И, честно говоря, удивлен, что до сих пор этого не произошло. Я, нет, конечно, рад, что этого не произошло. Но там, как бы, никаких предпосылок к тому, что мы будем держать оборону в том районе, нет вообще никаких. На непосредственно вот острие атаки, так сказать, на Покровск, на самом кончике, там сейчас бои в районе населенного пункта Лисовка. Тоже расшисты пытаются немножко расширить свой фланг. Впрочем, о взятии Лисовки они уже отчитались, но еще и близко к ней даже не подошли. Вот тут бойцы с мест так и говорят. Меня зовут Дмитрий Иванович Лосоковский. Я записываю это сообщение, находясь в районе населенного пункта Мемрик. Весь отряд БПЛА Дальней Разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту и отправлен штурмовать. Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта Лисовка. И, естественно, это неправда, ничего там не взято, туда иногда только заходят наши группы, группа союзников, которые все уничтожают. Эта информация, эта ситуация не уникальна, так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. Впрочем, к этим персонажам мы еще вернемся, достаточно занимательная с ними приключилась история. Ну и между вот этими двумя наступлениями на Угледар и на Покровск, там тоже происходят некие движения, пытаются продвигаться, но безрезультатно. Впрочем, кое-кто сумел закрепиться в Константиновке. Владимир Владимирович, я закрепился в Констахе, Констаха нашим. Слава Украине. Ну а мы переходим к вопросам техники. И вот на этой неделе была занимательная новость, сбитие Су-30 над Черным морем. Российский, естественно, самолет был уничтожен. Мы заявляем, что из ПЗРК, ну а-ля Стингер, может быть и не Стингер, но какой-то вот ручной зенитно-ракетный комплекс. Даже публикуется нашей стороной видео, но самого сбития на видео нет. Есть фиксация пролета этого Су-30, и точно мы знаем, что он такие все. Это и Файтер Бомбер подтвердили, но прямых доказательств того, что он был, во-первых, вообще сбит, а не сам упал. И уж тем более, что он сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, у нас пока не имеется. Тем не менее, минус Су-30 в любом случае приятно. Россияне продолжают воровать, но на этот раз идеи. Они скопировали наш огнеметный дрон. Ну, благо, эта система несложная, к обычному квадрику прикрепить термитную шашку. Ну вот, подсмотрели наше решение и решили перенять опыт. Не знаю, насколько успешно. Скорее всего, у нас необычная термитная шашка, судя по плотности огня и по отсутствию на российском видео результатов этой вот отработки. То есть, когда я показывал нашу работу огнеметного дрона, там прям пожарища. А здесь просто полетал, попшикал этими искорками и на этом закончилось. Не знаю, насколько он эффективный, насколько он эффективнее или неэффективнее нашего варианта. Но то, что он стырен, это однозначно. Впрочем, у нас уже есть новые игрушки. Да, это дрон-гранатомет. Летающий джавелин. Ну, или это не джавелин. Не знаю, что это, честно говоря, на нем было закреплено. Тем не менее, вот дрон с гранатометом. По прилетам продолжаются налеты на Москву. Там горит коксогазовый какой-то комбинат. Ну, и там по мелочи. Прилетало и в жилые дома. Что характерно, это опять высотные дома. Многоэтажные. И опять-таки, скорее всего, просто они не учтены на картах. И когда мы планируем пролет, не учитывается высота этих зданий. Ну, а может просто сбили. Не сбили, заглушили. Возможно, это работа Рэба. Точно неизвестно. Тем не менее. Прилетало в Мурманск. Об этом заявлял мурманский, кто там, глава, губернатор, мэр. Не знаю, кто именно. Но лично он подтверждал, что да, по Мурманску прилетали дроны. Там у них теперь паника. Они со страху чуть не сбили самолет собственный. Маленький частный самолет. Легкий. Он не намного больше дрона. И вот перепутали. Расстреляли. Ну, слава богу, не из зенитного орудия какого-то. А просто стрелкотня. Попробивали ему там крылья. Разбивали фары. С чудом он сел. Но вот у страха глаза велики. Чуть не сбили свой же самолетик. Но теперь пропаганда кричит, что это финны. Там летало два разведчика самолета. Кружило вдоль границы. И это они навели дроны на вот Мурманск. Ну, короче. Серьезно? Два самолета разведчика корректируют удар дроном? Не наоборот, нет? Не дроны корректируют обычно удары. Ну, нахрена поднимать самолеты разведчики? Они там всегда летают. Это государственная граница с неадекватной фашистской страной. Естественно, там летают разведчики. Это вообще никак не говорит о том, что кто-то там наносил из Финляндии удары дронами. Во-первых, зачем это Финляндии? А во-вторых, ну, я понимаю, зачем расисты об этом кричат. Им стыдно признаться, что мы уже до Мурманска добиваем. До главных баз ядерной триады. Ну, вот это, ядерных сил Российской Федерации. Там же ж на Кольском прям. Ух, почему я всегда смеюсь, когда они рассказывают про то, что войну начали, чтобы мы не вступили в НАТО. А Финляндия им не угрожает. Пусть вступают в НАТО, не страшно. Хотя вот Финляндия как раз просто на расстоянии плевка от самых стратегически важных военных баз российских. А от нас до них хер знает сколько. Ну, то не важно. Ну, и было еще множество прилетов. Уже тоже их настолько много по территории Российской Федерации, что не на многое меньше, чем по территории Украины наносятся таких же ударов. И, в принципе, жарю рассказывать о них. Разве что что-то вот этакое будет интересное. А так, бьем. Буквально на этой неделе очередной рейд. На этот раз на буровую установку Крым-2 в Черном море. 14 десантных катеров. Тогда же, кстати, и Сушка была сбита. Или сама упала. Прям морской бой во всей красе. Но только с платформой, а не с кораблем. Ну, с кораблями у нас разговор еще короче. Ну, и пока мы вот разматываем противника на земле, на море и даже в воздухе. Хотя, конечно, максимально результативно все-таки на море. Рашисты тоже бьют. Но, конечно, цели у них несколько отличаются от наших. Вот, например, удар по поселку Веролюбовка. Это Донецкая область. Рашисты обстреляли гуманитарную миссию Красного Креста. Там три человека погибло. Еще несколько человек получили ранения. Все пострадавшие имена из Красного Креста. Местные жители вроде не пострадали. И при всем моем неуважении к организации Красный Крест, все-таки это волонтеры. Какие-никакие, а волонтеры. Бить по волонтерам. Ну, при этом Россия сказала, что а это все украинцы, они сами по себе бьют. Ну, короче, их обычный бред про то, что мы стреляем исключительно по себе, а Россия стреляет исключительно по нашим военным. В это, конечно же, никто не верит. Тем более, что вообще никаких, не то что там доказательств, даже аргументов российская страна не выдвигала. Она просто кричит, вы все врете. Ну, как обычно. Как, в принципе, и все зетнички делают. Вот в комментариях. Постоянно эта тактика у них основная. Ну, из хорошего состоялся очередной обмен. Мы поменяли российских ФСБшников. Ну, пограничные жвайска, это же ФСБ. А там были в основном пограничники, включая достаточно высоких званий. Ну, относительно там майор даже вроде был. Поменяли на наших девчонок, которые в плену некоторые еще с 22-го года находятся. Это защитницы Мариуполя. Были там и гражданские вообще пленницы к армии, не имеющие отношения. Ну, и не только девушки, не только военные. Ну, вот в целом такой обмен прошел. Это хорошо. Важный, приятный обменчик. Проналжаются издевательства, избиения и прочие членовредительства в рядах российских вооруженных сил. В частности, бойцы жалуются на Петросяна. Нет, не того. Это майор Петросян, который постоянно избивает своих подчиненных наручниками к столбу, вымогательство денег, чтобы не обнулили, не кинули на штурм. Ну, короче, вот вся эта классика, так сказать, жанра в полной мере вот представлена. Когда твой командир Петросян? Каково служить? Очень много было сообщений на эту тему. Еще забавная ситуация. Она уже какое-то время продолжается. А именно ситуация с неким ксенофонтовым. Это командир, позывной Тигр, командир российского какого-то подразделения, не помню уже какого-то, который по пьяни отсылал бойцов на вот безнадежные абсолютно штурмы. Ну, по факту просто на мясо кидал и радовался. Вот у него такое развлечение было. Нажраться и кидать людей на сорубку. Поэтому же вопросу подняли жены вот убиенных чмобиков, что, мол, как, мол, так, призвать мерзавца к ответу, как он смел, вот, ну, все такое прочее. В результате за ксенофонтово вписался Соловьев. Он даже поехал к нему туда на передовую, взял у него интервью, оправдал полностью там неопровержимые доказательства того, что это все вранье. Ксенофонтов сказал, что это вранье. Вот единственное доказательство. Типа, а, ты всех там перестрелял? Нет, это не я. А, ну окей, все, достаточно. Таких доказательств достаточно. Ну, впрочем, примерно таких же доказательств в России достаточно, чтобы сесть в тюрьму. Так почему бы их не быть достаточно, чтобы не сесть в тюрьму? Ну, короче, по результату вот этого кипиша с ксенофонтовым ему дали героя Российской Федерации вот за то, что обнуляет успешно по пьяни российских чмобиков. Коррупционные скандалы среди волонтеров российских. Вот, например, Алёхин. Помните, в прошлый раз я показывал вот этого Хабибулина, или который ныл, даже не ныл, а верещал просто, что как же ж так, Аладдинов вот связался с мошенником, с Алёхиным. Он же профессиональный обманщик детей, стариков, обдуривает. И вот этот Алёхин сейчас покупает себе машину. Какого-то китайца, модель, о которой я даже не слышал. Но за 60 тысяч долларов это как бы немало. Это достаточно дорогая машина. И пошло брожение среди зрительщиков. И ладно, если это только этот Алёхин. Ещё и небезызвестный Кирилл Фёдоров тоже засветился вообще с Феррари. Причём, не только Феррари. Вообще роскошную жизнь ведёт. И даже вот фоточка есть где-то Феррари с надписью «Когда вторая в сервисе». Ну, то есть, вообще не стесняются ребята, а зетники, соответственно, бесятся. Классика жанра «Калечные батальоны» продолжают идти в атаке. Российские воины так вот у нас ходят на фронт. Причём после долг. За место госпитализации идём дальше воевать. Воды. Там, в этом, вода есть. На костылях, с палками. Непонятно. К тебе чего? Воевать идут? Бойцы на костылях это уже прям тренд российских войск. И помните, я рассказывал, что на фоне вот нехватки живой силы в бой уже пускают даже военно-космические силы. Ну, то есть, лётчиков пускают штурмовать с автоматом в окопы. Но, оказывается, это не предел. Уже засветились бойцы ракетных войск стратегического назначения. РВСН воюет вот с автоматом в окопе. Ура! За родину за Сталина! В штурм в мясной. Ракетные войска стратегического назначения. Ну, понятно, это не те персонажи, у которых там прям красная кнопка в чемоданчике. Это какой-то обслуживающий персонал, но тем не менее. Ну, и просто обнуление. Вот, возвращаемся к тем персонажам, которые были в начале. Вернее, один из них был в начале. Рассказывал о ситуации в Лисовке. А вот тут он со своим другом, ныне покойные они оба, кстати, подробнее рассказывает ситуацию, которая приключилась с ними. Всем привет! Эрнест, Гудвин, 87-й полк, 1-я Славянская и прочее. Ну, как это говорится, некоторые, говорят, свистелись, да, а мы, не знаю, может быть, отлетались. По-всякому бывает. Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделения беспилотки с позовенными Эрнест, Гудвин и Большой получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Без объяснения причин, просто, 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 хотя мы их прекрасно знаем, что злой, не взлюбивший нас как личность, будучи абсолютно тупорылым, не понимающим, что он сам хочет, истеричным человеком, ну, отправил нас с такой задачей. Множество людей бросилось к нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача, максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Ну, скажем так, я и Гудвин на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг, вот, и такие, как злой, ну, пусть они себе живут там, сами. Скажем так, допомню, товарища Эрнеста, дело в том, что под крылом товарища Злова в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветывать. в частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидовичной, не знаю, как бы там по фамилии, занимаются торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование, ну, как минимум старшее, да, вот, и поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески к этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить, а у них сделать так, чтобы мы не выжили, потому что мы на эту тему располагаем достаточно информации о том, кто, что, где и как. Кроме того, видимо, откуда-то из Вашингтонского обкома пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Товарищ злой взял под козырек, уж не знаю, как ему эту команду передали, и ликвидировал лучший расчет БПЛА, который исправно поставлял информацию о найденных целях. Если вдруг я не прав, а я, скажем так, не думаю, что я не прав, ну, пожалуйста, пусть докажут обратное, пусть предъявят хоть одну уничтоженную нами цель. Дело в том, что все, что мы доставляли, всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше для того, чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того, чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того, чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. А как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможность им передать информацию и выше, пришла команда, давайте-ка закопаем Эрнеста, Гудвина и всех, кто вообще к этому причастен. Поэтому, если вдруг случится так, что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся или хоть один из нас не вернется, то второй даст показания, почему получилось так, а не иначе. И если мы не вернемся оба, значит, эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы. Поэтому, товарищи, запомните, предатель в своих рядах всегда опаснее врага, потому что хотя бы мимикрирует еще под нас. Звание героя ДНР не делает человека героем, звание человека героя ДНР даже не делает человека порядочным. Запомните раз и навсегда. Первое, наркотики в полках зло, потому что они разрастаются дальше. Второе, информацию нужно отрабатывать, а не гордиться ее наличием. И третье, если вы воюете за родину, воюете за родину, а не за свой карман, сучки выкрашенные. Что ж такое-то? Можно понять, что войну надо сначала выиграть, а потом прибыль-то делить. Сколько раз говорили, воруйте с прибыли, не с оборота. Поймите вы эту простую истину. С поступлениями. Вот именно. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Дельный комплимент каналу Кати Валя, который нам поставил восстановленные мавики по цене новых. Но это ладно, это другая история. Если что, информация об этом распространена минимум в 8 источников, один из которых напрямую работает в ФСБ России. Где всплывет? Не знаю, видит бог. Точно знаю, что всплывет. Поэтому, ну что, сучки, очковую зелину вам в ленту. Дрожите. Вся прелесть этой ситуации в том, кто именно эти люди. Потому что таких ситуаций я вам, наверное, с десяток уже приводил подобных обращений, если не больше. И казалось бы, ничего нового, но вот этот вот Гудвин, он же Дмитрий Лысаковский, это глава воздушной разведки ДНР. Бывший. Но тем не менее, он воюет с 14-го года. Патриот, пассионарий, как там Котинок о нем сейчас пишет. А сейчас о нем пишут все, вообще все, кто только можно, пишут, что ай-яй-яй, как же ж так. Хотя ж, повторюсь, таких ситуаций каждую неделю фактически можно найти. Это сообщение, вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Так вот, запомните, войну надо называть войной, а предателей, которые лгут, надо расстреливать. Иначе войны не будет, а будет договорничок и рыночная экономика. Но это я отступил немножко. Итак, наш расчет дальней разведки, который исправно поставлял информацию о целях на той стороне фронта, был уничтожен Игорем Викторовичем Злым, который является, скажем так, находится под влиянием человека, который напрямую контактирует с западными разведками, который, странно, как прошел все возможные фильтрации, я имею в виду Олега Николаевича Владимирова. Прямых доказательств этого несколько. Во-первых, наличие у него связей и родственников на Западе. Он сам родом из Запорожья. Да, он говорит, что в контрах со своими родителями, которые придерживаются проукраинских взглядов. Но, скажем так, с появлением этого человека эффективность действий полка, как только он, вернее, не как только он появился, а как только он установил свое влияние на Игоря Викторовича Пузика, который, ну, скажем так, может быть, когда-то он и был хорошим человеком, но характеристики об этом я не слышал, сколько не собирал Впрочем, не суть важна. Те ведомства, которые... О, кассеты пришли. Хорошо. Вот. Те ведомства, с которыми я наехался в полном контакте, дали мне примерно такую же характеристику на него. Значит, Игорь Викторович Пузик сделал все для того, чтобы полк перестал эффективно работать. Сейчас полк полностью выводится из Донецка для того, чтобы Игорь Викторович Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк. Ну, естественно, это будут делать уже люди в администрации нынешнего Донецка, а Игорь Викторович Пузик выполняет роль кулака, зачищающего собственно территорию. Уничтожен был расчет, сейчас расчет пойдет штурмовать и, скорее всего, оттуда не вернется. Уничтожено оборудование, все вывезено, куда делось, неизвестно. Скорее всего, его правая рука с позвоночником Казак каким-то образом обналичит имеющееся оборудование, как это обычно и делалось. Деталей не знаю, честно, я не посвящен детали этой схемы. Также, для того, чтобы моральное разложение полка прошло и дальше, Игорь Викторович Пузик всячески крышует наркоторговлю в полку. И что больше всего меня в этой ситуации смущает, ну вот даже если поставить себя на их место, он рассказывает, что вот этот его злой командир, ну с позывным злой, чуть ли не на ЦРУ работает, а уж Украине продался однозначно. И тут же он заявляет, что да, мы знаем, что нас специально хотят обнулить, но у нас же приказ, приказ приспешника ЦРУ вы выполняете, это для вас доблесть и честь. Все там сейчас зетники пишут, вот настоящие парни, настоящие герои умерли, но приказ, ну типа, не ослушались. А приказ был умереть. Ну то есть, что у этих людей в голове? Вы поняли вообще, что произошло? Это воздушная разведка была расформирована, этот отряд был, расформирован, а дроны тупо распродались. А командующие этого подразделения, чтобы не возникали, были отправлены на обнуление. И для них честь выполнить приказ от приспешника ЦРУ, направленный на уничтожение самого результативного, самого важного подразделения воздушной разведки, при том, что Украина в дронах, катастрофически превышает, превосходит, а что-то надо решать, и что они делают? Они уничтожают остатки. И они выполняют такой приказ, и все об этом говорят, да, вот это настоящие молодцы, вот это честь, вот это доблесть. Почему просто не пристрелить этого нерадивого командира, который мешает их Россиюшке побеждать и диктовать свою непреклонную волю? Ну вы же точно умрете, и точно об этом знаете, специально записывайте это видео, потому что знаете, что умрете. Ну вот, вот, это вот Россия. Стадо, просто стадо. Есть приказ. Пожалуйста, не ходите служить в МО, никогда в жизни. Это абсолютно наоцидная система, особенно в Донецке мобилизационные полки. Интеллекту здесь делать нечего, и ничего вы здесь хорошего не добьетесь. Ваша задача здесь сдохнуть, и сделать так, чтобы комполка, отчитываясь наверх, выглядел хорошо. Это его личные, его личные крепостные, и распоряжаются они ровно так. Думайте, прежде чем идти сюда. Но если вы привыкли служить не ногами, а головой, в Донецком мобилизационном полку, да и вообще в Донецких подразделениях вам делать нечего. Ну, основная причина вот таких бросков несоответствующих родов войск в штурмы, это жесткая нехватка личного состава. Об этом говорят, собственно, уже даже пропагандисты, причем настолько махровые, насколько можно себе представить. Вот те два деда, помните? Вот они тоже рассказывают примерно то же самое, ну, в частности, о Курской области. На вопрос нашего дорогого, уважаемого гостя, господин Раникто сказал, что российских войск в Курской области достаточно. Позвольте мне высказать легкое, легкое недоверие, что там наших войск достаточно. Как говорит Игорь Владимирович, наполнение пока, в общем-то, не думаю, что достаточно. Будем ждать. А народ говорит, ну, сколько же можно ждать? Сегодня уже месяц и три дня, когда враг топчется по Курской земле и свирепствуют там и немцы, и американцы, и французы, и поляки. Не согласен, говорит, с тем, что войск на Курском направлении достаточно. Очень вызывает это подозрение. То есть, уже никто не верит официальным Министерством обороны российского заявлениям. И вот даже такие махровые пропагандисты, как эти два деда, сомневаются, что действительно там все в порядке. Курскую землю топчут американцы, немцы, поляки, французы, и, судя по всему, рептилоиды и там жители Нибиру. А что самое смешное, тут же эти же военкоры прямо сразу же опровергают свои вот эти вот фантазии вполне себе резонным вопросом. Я вот только сегодня говорил, ну, хотя бы одно рыло показали по первым каналам российского телевизора. Ну, хотя бы одно. Ну, описано американца, хочу увидеть Джона из Колорадо где-нибудь. Ну, почему поляка какого-нибудь тресуши? Почему мы говорим? Так, покажите же хоть одного. Ну, тогда хоть покажите мне живого пирата. Хоть одного вот этого пропитого янки или поляка с дрожащими ручками. Ну, где же? Где же они все? Вот же ж они топчат Курск, а их нет. Ну, как так? У них вот не складывается в голове, что они сами себе противоречат. Ну, то бог с ним. Раз уж мы вернулись к Курску, продолжим сюжетами из оккупации. Был неправ. Говорил, что бросили курчан власти российские, что никакой помощи не оказывается. Ну, я же не говорю про тем, кто остался на оккупированных территориях, но даже тем, кто эвакуировался, никакой помощи Россия не оказывает. Даже те 100 долларов, которые обещали выплатить за уничтоженную жизнь, все равно не выплатили. Конечно, психологов нам не хватает, у нас только психологи-волонтеры. Мы столкнулись с агрессией людей, с обидой на власть. Ну, не про зачарование сейчас идет. А от государства им какой-то пакет помощи? Сейчас скажу, какой. Зайти, значит, на госуслуги, оформить 10 тысяч рублей на каждого члена в семье. Консультации, информации, межведомственного взаимодействия вообще никакого нет. Я думала, что этого нет. Не было первую неделю, вторую, третью. Да я сегодня вам это могу сказать. До сих пор этого нет. Госуслуги их не видят, и им пишут везде красивые отказы. Как у нас госуслуги любят? Красиво написать отказ. Сегодня мне были звонки, до сих пор не получили эти несчастные 10 тысяч рублей. Тем не менее, помощь все-таки есть. 8 сентября 2024 года. Город Курск. Выдали набор. Для переселенцев. Вот, поздравляем с Днем Победы. 9 мая. Ну, да. Спасибо за поздравление, конечно, но сейчас уже осень. Да, вот. Всего лишь на 9 мая подарочный набор нашел применение осенью. Ну, а что, не выкидывать же ж. Зато вот наборчик уже готовенький, укомплектованный курчанам на радость. Но курчане почему-то не радуются. И буквально готовы в прямом смысле голову Путину отрубить. Если б была б такая возможность. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина голову положить. Вот опор. Я бы ему раз... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю. Мы никогда не были за Путина. У нас... Вот по силу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Я не знаю, правду я скажу или нет. Убьете вы меня за это. Мы бы хотели, чтобы у нас был белорусский батька. Прецедент. Ну, не знаю. Ну, так все хотели. Я, говорит, не подлизываюсь. Не подумайте. Мы не думаем, что ты подлизываешься, потому что слабо можно представить себе подлизывающегося к ВСУ человека, который рассказывает, что хотел бы, чтобы у них батька был главным. Ну, это, конечно... Фух, и там за кадром тоже смеются, ну, судя по всему, наши военные. Ну, потому что ну, это бред. Ну, как так? Они же одинаковые. Вот, абсолютно одинаковые. Насколько у людей должна быть вава в голове, чтобы, уже даже осознав, что Путин, ну, просто чмочник, рассказывать, что вот лучше бы Лукашенко. Ну, фух, впрочем, это россияне. Ну, а большинство россиян, оставшихся на оккупированных территориях, уже потихонечку эвакуируются. благо, возможность такая есть. А почему вам не получилось эвакуироваться, когда эвакуировали? У нас не забыли власти. Вообще, все уехали, все. Ребята нас оставили, солдаты наши. Оставили, а потом ребята пришли из Украины. Наверное, это, уже невозможно было выехать. Все уж. Пришли из Украины. У вас не оповещали о том, что... Нет, ничего не оповещали, ничего. Кое-кто выехал, а у кого машины есть, были, а у нас нет машины. Нет, дома нет, теперь уже ракеты сбила. Прилетела ракета? Да, и нету дома вообще. Все, сгорел дом, окончательно. Как дальше идете? Я не знаю, что. Вот нам все списки готовили на эвакуацию, но мы вроде на Украину решили. Вы решили в Украину? Да, да. А почему в Украину? Потому что здесь, я не вижу здесь смысла существования. Ну ладно, бабушка, божий одуванчик, может у нее там не все в порядке, решат, может быть, расисты. Но не только же бабушки, и вполне себе молодые персонажи тоже уезжают в Украину жить. Не боитесь, что вас будут в России считать предательницей? Будут. Уже. Так уже. То есть вы предательницы? Да. В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как иначе. Но вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут представить корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы хотите выехать в Украину? Да, мы в принципе хотели, ну, я в принципе хотела в Европу поступать после этого года. Ну, я не знала, как, что там. А сейчас вот если получится, то через, ну, с помощью того, что я буду в Украине легче поступить в Европу. Я бы в школу пошла спокойненько, когда хоть в Украине бы закончила. Вот девчонка абсолютно четко говорит, что да, мы враги для россиян, мы теперь враги для своих, потому что мы рассказываем правду. Никого не интересует, правда это или ложь. Украинцы нацисты, а мы хорошие. Хотя на самом деле они же нацисты, и все это прекрасно понимают, и они сами это прекрасно понимают, поэтому так злятся на курчан, которые вот не врут, не рассказывают про французские флаги над городами, про повешенных, ух, я видел еще восемь повешенных детей французы повесили вот в Курской области. Жесть. Они вот этот трэш гонят, и им абсолютно не важно, что это, ну, не то, что бред, это бред, который очевиден вообще всем. Ну, то есть нет психически здорового человека, который не понимал бы, что это вранье. Но, как еще Александр Сергеевич Пушкин писал, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Вот как раз та ситуация, они все прекрасно знают, что это обман, но если он россиян возвышает, значит все нормально. А если кто-то говорит правду, это враг расстрелять. Вполне естественно, что люди бегут от такого русского мира, в том числе и русские люди, потому что, ну, жизни, вот как-то бабушка говорит, так тут существовать не имеет смысла, тут невозможно существовать в нацистском государстве. Ну, что говорить, если поп, наш любимый поп, тот, который, перекрестившись из огнеметных систем, лупил по мирным городам, ну, призывал лупить по мирным городам, отличился в этот раз, рассказав, к чему надо готовить детей в России, вот прям с измальства. А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными, чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает между всеми домашними ночениями, там ее место. Драться, спать на земле, и быть сытым вот краюшкой хлеба. Вот такое будущее ждет российских детей. В рубричке «Приключения новой элиты» у нас сегодня прям много гостей. Например, бывший вагнеровец Сергей Козлов в пьяном угаре забил до смерти беременную от него же 18-летнюю девушку. Он избивал ее по голове, прыгал на животе и груди, а затем наступил девушке на шею, вот пишется в статье. Причиной стало то, что она уронила на пол его колонку. Ну, аудиоколоночку сломала. За что он ее просто перемолол? Всего было зафиксировано 138 повреждений, их описание заняло несколько страниц уголовного дела. Его приговорили к 19 годам колонии, но он уже помилован и уже снова на фронте. Ну, зная систему российского правосудия, он скоро снова вернется с войны, и, ну, если выживет, и дальше пойдет работать в школу, как обычно. Еще один представитель элиты, некий Виталий Присухин, совершил нападение на двух женщин. Вот пишут, что обе в тяжелом состоянии в больнице, с ножом и камнем набросился, забрал у них там золото, телефоны, очень сильно девушек порезал. Дети с ними еще были маленькие, они сбежали, успели спрятаться, и вот теперь разыскивают этого героя. Ну, и для того, чтобы снова отправить на фронт. Наказание за такие мелочи, как порезать холопов, никто в России не несет. Единственное наказание это снова на фронт. Как там? Украл, выпил в тюрьму? Нет, сейчас это правило не работает. Украл, выпил на фронт. Снова домой, украл, выпил на фронт. Если нечего выпить, у тебя же есть автомат, ты же пришел с фронта. Вот, например, ситуация в каком-то магазинчике. Пьяное чмо, пришел требовать алкоголь и стрелял. Дети опять-таки рядом находятся, стреляют в потолок. Слава богу, в потолок, а не в детей и не в продавца. Ну, впрочем, тема детей в Российской Федерации это вообще больная тема. Вот очередной герой, ну, это уже, я не знаю, кто это. Возможно, тоже герой СВО, но, возможно, и просто россиянин обычный, не воевавший. Тем не менее, вот он бегает по детским площадкам и брызгает в лицо детям перцовым баллончиком, заявляя при этом, что это все не русские дети, они дышат с ним одним воздухом, как они смеют, их надо всех вот гнать, если не уничтожать. Ну, потому что нацистское государство. Ну, и в принципе, при том зашкаливающем уровне ненависти и насилия, которое пропагандируется сейчас в Российской Федерации, не мудрено такое отношение вообще ко всем окружающим. Вот, например, показательнейший случай, где не сразу можно понять, что же на самом деле произошло. Мы сидели на лавочке, отдыхали. Ни с того, ни с чего приехала вот эта машина, вышел Аллах Акбар. Аллах Акбар просто берет, разбивает пистолетом, берет, стреляет в скорой, стреляет в лоб. Жень, мой, мой папа падает, он берет розочку, разбивает бутылку розочку и просто так раз, два, все, вот, все руки изрезаны. Выстрелил мужа в лицо ружьем прямо. Ружьем? Да, и у него все зажигло. Мой вырвал ружье, стал его пинать, запинывать. Вот, это как тебе сказать, ну что, все подхватились и пошло дальше. Я уже не могла, мне надо было его остановить, потому что, вы понимаете, да, что он мог его убить просто-напросто. Вызвали скорую, вызвали полицию, девушка подходит, говорит, все изрезаны, вот, раз мужчина, два мужчина, три мужчина, все изрезаны, он Аллах Акбар. Ну, изначально он стрел, короче, в голову, он стрелял, я не знаю, чем, где этот пистолет, где он? Он под машиной, под машиной. Я не верю, россиянским мужикам, потому что у них нет денег, аф, и вот так же. Аллах Акбар. Я не мусульман. А это к чему? А это просто, блядь, потому что вот так. Потому что, хочу, обычно русских бьются, как говорят, вот я так буду вести себя. Я всех убью этих пидорасов, вот и все. Я официально за, мне плохо. Всех перережу пидорасы, вы будете плакать. Я знаю, где вы живете, сыновья шлюх! Вам пиздают! Поясняю, если вдруг кто не понял, это вот русский с криками Аллах Акбар выскочил и начал резать других русских. Я не, ну, что? Что в голове у этих людей? Ну, слава богу, вот у пострадавших оказался топор, тоже абсолютно случайно, и они смогли оказать сопротивление насильнику, преступнику. Ну, вот, вот, это вот к чему приводит пропаганда ненависти. В России гражданская война, ну, или как минимум погромы, просто неизбежно, еще чуть-чуть, если они сейчас не закончат войну, не факт, что это даже если сейчас закончат войну, это поможет, но если они не сдадутся, то это будет такая мясорубка, там, местная в России, я, конечно, только за. Но почему они об этом не задумываются, ну, это их, впрочем, выбор. чеченцы отметились тоже в этом карнавале ненависти. Обычные чеченцы, не Ахмат. Обычные, судя по всему, аниматоры, спасатели. На курорте работали вот ребята из Чечни и жестоко избили отдыхающих, и в том числе и девушек. Собственно, девушки и стали причиной тому, потому что они отказались знакомиться, так сказать, с чеченцами, потому что они как бы со своими парнями были. Но это, конечно, не повод отказывать молодому горячему джигиту. И вот и парни получили за то, что их девушки не захотели сблизиться с чеченцами. И сами девушки тоже получили. При этом, нарисовался тут же Аладдинов и записал ролик на 20 минут. Я его весь не смотрел даже. Ну вот, если кратко пересказать ситуацию, то вот. Думали, что они граждане Российской Федерации, что они могут заехать в Анапу. Они же не знают, что им этого делать нельзя. Что они люди второго сурта. Они не в курсе этого. Поэтому взяли, с дуру приехали. Значит, приезжают в Анапу, отдыхают там. Сидят в этой кафешке. Значит, туда зашла девушка какая-то там. Она сидит. Значит, ну, Зелимхан решил с ней познакомиться. Она его послала, если прямо сказать. Он ей отвечает. Ну, пошла тогда сама. Зачем так грубо говорить? И идет, оттуда уходит, получается. В этот момент подходит ее подружка, которая начинает вслед кричать. Вообще, если вот все свидетели это все рассказывают, видишь ли, что мы чеченцы, тиктокеры, и что нас, оказывается, мы от них бежим толпами, и нас, видишь ли, тут толпами, как говорится, но такие вещи с нами вытворяют. Он ей в грубой форме тоже говорит, ой, сама, почему вы такие вещи говорите, вы тварь. всех дают показания, кто там был, что они ни в чем не виноваты, абсолютно. Что их действительно спровоцировали. Мол, так и надо русским, а то совсем обнаглели, они тут нас считают за нелюдей, что как бы недалеко, на самом деле, от истины. Тут с Аладдиновым не поспоришь. Но это ведь спровоцировали. И вообще, логика россиян, это если кого-то спровоцировали, то этот кто-то не виноват. Ну, как бы, если ты поддался на провокацию, ты виноват. Вот если я там тебе дулю показываю, а ты в ответ стреляешь, то виноват ты, а не тот, кто показывал дулю. Ну, это вот логика абсолютно шизоидная, тем не менее, вот теперь она играет и против россиян. Если против нас, за нашими спинами, такие вещи делают наши враги, я больше, кроме как сатанистами, их называть не могу. И, понятное дело, что даст Бог, каждый из них получит по заслугам. Кто у нас за спиной такие вещи делает? Сатанисты. Так смешно наблюдать, когда они вот всех называют нацистами, сатанистами, ну, они используют эти слова просто как оскорбление, ну, просто как обзывалку. Смысл в них не вкладывается. Россияне, ну, таршисты, вообще очень туго понимают смысл слов. Я тут в комментариях часто с этим сталкиваюсь, они вот буквально не понимают значение слов. Ну, потому что они никогда, в принципе, не высказываются аргументированно, они не умеют подводить аргументы, я же не говорю про доказательства, просто хотя бы аргументировать свою позицию, никто из них не в состоянии. Они же вот просто накидывают, как это говорится, дерьмо на вентилятор и не разбираясь в сортах этого дерьма, вот просто что они считают оскорбительным, то и кидают, что они считают обидным или возвышающим их, вот то они и кидают. Как это к теме вяжется, какой смысл несет, вообще ни для кого, не то что не важно, они не понимают, они тупо не понимают значение слов. Но главное, что вот эти избитые девушки еще получат по заслугам, как обещают Аладдинов, нечего провоцировать. Ну а Z-Voincor'ы раздувают, как они любят говорить, зраду, они очень любят украинские слова использовать, в отношении Шойгу, который недавно давал интервью, где опять-таки сделал достаточно громкое, неоднозначное заявление. Вот, мол, мы договаривались, а нас провели, обманули вокруг пальца и вторглись в Курскую область, хотя, ну, судя даже по тексту, который он говорит, договаривались не бить по энергетическим объектам, а вторжение в Курск это не удар по энергетическим объектам, то есть, где ж тут обманули. При том, что все это время они били по энергетическим объектам, так кто же нарушил соглашение, если оно и было. Не факт, что оно было, потому что, повторюсь, с россиянами не имеет смысла заключать никакие договоренности, они их не то, что могут нарушить, они обязательно их нарушат. Но вот у Z-Ettnikov теперь зрада, что это договорнячок, как это можно с укронацистами о чем-то договариваться, ай-яй-яй, вот Шойгу, Герасимов, где боеприпасы, вот это вот все. Ну, короче, у них там грызня нарастает, друг друга грызут, вот 13-й опять отличился, он, правда, даже аж удалил потом эти сообщения, но интернет же помнит все, и тут он прям жестко оброшелся. Ну, и мое мнение такое, 30 лет назад развалили Союз, Ельцин продался Америке, и все, что сейчас происходит, блядь, ну, это все предательство, предатели сидят в Кремле, все, точка, блядь, падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, блядь, делают все, что хотят, то есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, блядь, война не заканчивается, ну, она и не закончится, и приказа, возможно, уже никто никогда не отдаст, потому что отдавать его некому, блядь, потому что предатели захватили страну, все, у меня другого слова больше нет, блядь, если на таких людей, как Александр Валерьевич возбуждается уголовные дела, Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться, но тем не менее, у человека столько за спиной, все, блядь, у меня других больше слов нет, блядь, это все предатели, ебаные, блядь, конченые, и мне кто-то говорит, блядь, ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть, нахуй, ну, и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете, нахуй, нас много, блядь, нас целая страна, блядь, а вас там кучка сидит, нахуй, вы уже старый, скоро поумираете, нахуй, а мы молодые, мы разберемся, и я свое мнение никак не поменяю, если бы в самом начале хуярили мосты, блядь, железнодорожные, и вообще все, блядь, пути, нахуй, поставок им боеприпасов и техники, блядь, то всего бы того, что сейчас происходит, блядь, вообще не было, если бы 10 лет назад, блядь, один бы дедушка не обосрался, блядь, и пошел бы, блядь, как говорится, блядь, по-честному, нахуй, а не втихую мы там лазили, нахуй, а по-честному, блядь, пошли бы в 14-м году, блядь, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не попогибло, блядь, а теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете. Рискует, рискует 13-й быть повышенным до 200-го, очень я переживаю за его судьбу, потому что яркий персонаж, пусть бы он еще нас порадовал вот такими же высказываниями, я только за. Ну, а по поводу прошедших недавно в России выборов, если это можно так назвать, там множество было курьезных ситуаций, но вот, чтобы просто понимать, насколько выборы в России действительно выборы, достаточно посмотреть на сейф для бюллетеней. Интересно, как сейф устроен. Так. Короче, тут такая схема, смотрите, если эту штуку покрутить, потом вот так подвинуть, покажу. То задняя стенка отходит назад. Смотри. Покажу. Короче, если вот эту штуку покрутить, вот эту штуку, то потом вот эта стенка ездит туда что-то. Вот просто два барашка, даже не просто гаечка, а именно барашек, чтобы удобно было откручивать. И снимается задняя стенка. Та-дам! Вот такой вот сейф. Интересно, они свои денежки в таких же сейфах прячут? С барашками? Сзади. Ух, ну, короче, вот все, что надо знать о российских выборах. Конечно же, победила Единая Россия 90 там процентов, почти 80 с чем-то. Ну, как Путин. И на этой ноте переходим к международной повесточке. Там самое главное событие это дебаты Трампа и Харрис. Оба победили. Ну, по собственному мнению, Харрис рассказывает, что она победила, а Трамп рассказывает, что победил он. Но, как говорится, есть нюансы. Дело в том, что Харрис после этих дебатов сказал, ну, так что, давайте второй раунд. В любое время готово. Продолжим нашу беседу. Трамп съехал, сказал, не-не-не-не-не, никаких дебатов я больше не хочу. Трамп выглядел вот старым больным маразматиком, несущим, Спрингфилд, они ехают собаки, люди, которые везут, они ехают собаки, они ехают собаки, которые живут там. Мигранты поедают собак и кошек. Вы понимаете, это, думаете, все? Он еще рассказал, что демократы поддерживают аборты на девятом месяце и даже после рождения аборты делают. Ну, вот. Что ты, черт побери, такое несешь? Какой аборт после рождения? Это вот ты жертва аборта после рождения. Ну, Трамп просто, это Путин. Он несет абсолютный бред, полное вранье. Ну, то есть, ни слова правды он не говорит. И над ним вот все просто потешаются. Ну, кроме, вот, хотел сказать, зетников, ну, их, американских зетников, трампников, которые вот такие же зазомбированные, как путинисты, вот и трамписты такие же точно. Вот для них он царь и бог, но любой нормальный человек видит, насколько ущербен этот старый маразматик. Он еще неплохо выглядел, относительно неплохо. На фоне Байдена, который хоть и не маразматик, но еще более старый, он разваленно старая, а Трамп старый маразматик. И там они еще могли тягаться, но когда плюс-минус адекватная женщина против вот этого, ну, вариантов немного. Сейчас где-то 63 на 37 разделились голоса вроде, ну, по опросам. Естественно, в пользу Харрис. Трамп негодует на повторные дебаты не согласился, но кричит, что на этих дебатах, ну, победил, конечно же, он, даже несмотря на то, что против него были все трое. Трое, это имеется в виду вместе с модераторами, там, ну, Харрис и два модератора еще было, которые как бы независимые, да, они и тому, и другому кандидату задают вопросы, и они же поправляют, если слышат откровенное вранье. Ну вот, не было, не то, что даже никаких официальных заявлений, даже новостей таких не было, чтобы иммигранты ели домашних животных, о чем вполне себе резонно заявляют эти модераторы, говорят, ну, ты же несешь бред, ну, зачем ты это делаешь, это же вранье, откровенное вранье, у которого нет шансов не быть враньем, но вот Трамп говорит, ах, вот, значит, они против меня, не сметь тыкать меня в мое вранье, это мое вранье, ну, типичный Путин, ну, только у них там есть журналистика, вот, ну, есть модераторы, которые зададут правильный вопрос и поправят, когда услышат откровенный бред. В России этого нет, а все остальное вот точно так же, как у Трампа. Забавно, что сам Путин поддержал Камал Харрис. Что касается фаворитов, то не нам это определять, это все-таки выбор американского народа, и, ну, я говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден, вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать господину Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых, раззавещали, значит, НАТО, да? А во-вторых, она так выразительно и изразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо, а если у нее все хорошо, то, значит, вот, этот, Трамп, он же вел количество, столько количества всяких ограничений, и санкций в отношении России, сколько на него ни один президент раньше не вводил. А если у Беспожихарис все хорошо, то, может быть, она воздерживается от действий подобного рода. Вот буквально прямым текстом, и тут он подчеркивает, что он поддерживал Байдена до того, против Трампа, типа, а сейчас, естественно, Байден ушел, значит, будем поддерживать Камалу. Трамп просто в афиге. Что происходит? Как это так? И, вы знаете, он поддерживал, я не знаю, если вы видели, он поддерживал Камала. Он поддерживал Камала. Я был очень обманут. Я wonder, почему он поддерживал Камала. Нет, он честплеер. Он поддерживал Камала. Я быть конгрессмен, я быть сомневанным? Нет? Он же заговариваться стал. Настолько был обескуражен тем, что... Стоп, секундочку, Путя поддерживает Камала Харрис. Трамп как-то, видимо, еще не привык к тому, что слова Пути вообще ничего не значит. Вот вообще бессмысленно в них искать логику, смысл или что-либо еще. Он трендит, лишь бы трендить. Собственно, и сам Трамп так делает. Ну вот, когда сталкивается сам с таким же трендежом, вот у него какой-то когнитивный диссонанс, как так-то? По поставочкам. На этот раз начнем с поставочек в Россию, а именно Иран такие передает ракеты баллистические, не крылатые, а баллистические. В чем же и прикол? Крылатые ракеты на порядок слабее, скажем так, ну их легче сбить, а вот с баллистикой достаточно сложно. Конечно, иранская баллистика это такое себе, аналогов нет, но тем не менее, взрывается она не хуже, чем Искандер, хоть и летит хуже. В результате этих поставок самая главная цель достигнута, это уже серьезно идут разговоры о том, чтобы снять с нас ограничения по ударам по российской территории. Что, в общем-то, логично, я вот себе в сценарии типа пометил, что ждем разрешения от США. И вот еще я не успел домонтировать, как уже, ну еще разрешение не получено, но уже вот прям официальные лица обсуждают это. А когда кто-то что-то вот так вот открыто уже обсуждает, на самом деле, скорее всего, решение уже принято, просто, естественно, его не озвучивают, пока не начнутся удары. Британия уже давно за. На самом деле, сейчас говорят, что вот Британия уже подтвердила, что тра-ля-ля их с ракетами можно бить. Да, Британия на самом деле подтвердила то, что их ракетами можно бить уже давным-давно. Но дело в том, что в их ракетах находятся американские запчасти. И Америка запрещает нам бить британскими ракетами. Вот такая вот у них бюрократия. Трэш, конечно. Но вся вот эта вот шумиха по поводу ракет, ну в смысле и передачи нам Джасамсов, и вот разрешение бить по территории Российской Федерации у Пути просто вызвало панику. Происходит попытка подмены понятий. Потому что речь не идет о разрешении или запрете на киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешить. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военной конфликте или нет. Если это решение будет применять, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских ТВ в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея ввиду изменения самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которыми нам будут ну вот опять этот бред про то, что вот наконец-то мы будем воевать с НАТО. Ну, секундочку, вы же уже с первого дня войны, да вы с 14-го года воюете с НАТО. Вы каждый раз говорите, что это все НАТО, вы воюете против НАТО. Вон французы у вас в Курской области вешают детей в сараях. Но если будут наноситься удары по территории России, то вот тогда-то мы будем считать, что мы воюем с НАТО, при том, что все еще НАТО не будет с ними воевать. И тут сразу несколько вопросов. Во-первых, что значит, если вдруг будут бить по территории России? То есть, с точки зрения Пути, Крым все-таки не Россия. Потому что по Крыму мы давным-давно бьем американскими ракетами и как бы все нормально. Красные линии не переедены. Как, собственно, бьем по Херсонской, Запорожской, Донецкой, по всем оккупированным областям, которые прописаны в Конституции Российской Федерации как территория Российской Федерации, мы по ним бьем. И это нормально. И тут Пути говорит, что, а вот если будете бить по территории России, ну то есть, он сам это считает не Россией. Это хорошо. Но важнее другое, что тут озвучена красная линия. Внезапно. Вы скажете, сколько уже этих красных линий было озвучено? И смеются, как я в прошлом выпуске рассказывал, вообще всем, включая пропагандистов российских, уже смеются над Путей. Но на самом деле Путя очень редко говорит о красных линиях. В основном это его шуты придворные об этом говорят. Вот Медведев постоянно, там радиоактивный пепел, красные линии, эти пропагандисты, телевизионщики, Соловьев и все прочее, вот все твердят о красных линиях. Сам Путин о них говорил буквально пару раз и без какой-либо конкретики. Как он там, Америка знает, где проходят эти красные линии. То есть, он говорит, что все о них знают, но сам их не озвучивал непосредственно. А тут конкретно указана красная линия. Если будут наноситься удары американским оружием вглубь Российской Федерации, то это вот красная линия. Значит, как-то будут реагировать. И вот если сейчас Путин никак не отреагирует на удары, которые, я уверен, в ближайшее время будут уже наноситься. Вот тут-то взвоют зетнички и все будут кричать, что Путин чмошник, что все о него ноги вытирают, красные линии давно стали коричневые. Ну, то есть, все то же самое, что они уже кричали до этого, только еще более вот аргументированно. Продолжает Российская Федерация собирать коллекцию ножей в спину. На этот раз отметился Эрдоган, заявив о том, что, по сути, Крым придется возвращать России. Ну, то есть, он сказал, что территориальная целостность Украины, ну, бла-бла-бла, все это вот юридическими терминами красиво облег, но, по сути, сказал, что валите из Крыма и тогда, может быть, выживете. Интересно, зачем он это сделал, при том, что как бы никто не просил. Есть такое мнение, что он хочет выслужиться перед нами, чтобы быть главным переговорщиком. Ну, все идет к тому, что Россия загибается и кто-то должен будет вот оформлять поражение Российской Федерации. Быть главным переговорщиком это почетная обязанность. Вот я всех примирил, вот он я великий, как Трамп на это претендует, вот и Эрдоган на это претендует, а на самом деле и Индия на это претендует. Вот же ж Моди приезжал к нам и так тоже разъявлял о том, что Крым, конечно же, да, украинская территория и даже речи не может быть о том, чтобы подписывать какие-то договора, по которым отдавать кому-то Крым. Нет. Вот сейчас идет такая негласная гонка между лидерами союзников так называемых Российской Федерации за право быть вот могильщиком Российской Федерации. Возможно, я и ошибаюсь, возможно, какая-то другая причина у Эрдогана, но все говорит о том, что это просто набивание политических очков себе. Ну, а еще нож в спину втыкает, очередной уже нож в спину втыкает Китай, который просит не инвестировать в автопром своих инвесторов. Ну, то есть китайцам не рекомендовано инвестировать в автопром Российской Федерации. Забавно, конечно, слышать слово просит в отношении Китая, тем не менее. Ну, а в самой России очередное поднятие кредитной ставки, теперь уже 19%, и это, ну, абсолютная смерть для экономики, потому что, ну, невозможно ничего делать при кредитной ставке в 19%. Ты заработаешь меньше, что ты не делай, ну, если не воровать, то, что бы ты ни делал, ты не заработаешь денег при вот такой кредитной ставке. Ну, невозможно. Это в нормальных условиях, в условиях нормальной экономики кредитную ставку повышают, чтобы снизить инфляцию, деньги становятся дороже, люди их менее охотно тратят, и цены выравниваются, ну, то есть инфляция спадает. Но в данном случае эта экономика российская перегрета, перегрета именно военкой. Оборонной промышленностью, где сейчас огромные зарплаты, чтобы люди там работали, а не шли курьерами, там они кричали, вы знаете, сколько курьеры зарабатывают сейчас? Надо запретить курьеров, на заводах некому работать. Контрактникам выплачивают по 5 миллионов за контракт, а если они там вздыхают, то их родственникам выплачивают гробовые. Это все денежки насыщают экономику деньгами, а продукции нет. А естественно, когда много денег, мало продукции, цены растут, инфляция, вот все такое. Но это же люди, которые, ну, им на халяву эти деньги достались. За мертвого мужа, или просто за то, что пошел убивать кого-то в другую страну. Они не задумываются о том, сколько там кредит, и сколько им это будет стоить. Нет, это халявные деньги, они их спускают бездумно абсолютно, поэтому не помогает кредитная ставка в данных условиях. Но тем не менее, пытаются, что-то вытянуть. Переходим к нашей постоянной рубричке «Карнавал абсурда». И даже не знаю, с чего начать. Начнем, наверное, со свадьбы. Та самая Львова Белова, которая находится в розыске по ордеру Международного уголовного суда за похищение детей украинских, вышла замуж за православного олигарха Малафеева. Очень пышная церемония, все дорого-богато, куча приглашенных артистов. Кого там только не было. По-моему, вся эстрада, вот которая зетная, экстрадек, хотя там присутствовали и даже те, кто против войны высказывался. Ну, собственно, не в этом дело. Дело в том, что и Львова Белова, и Малафеев состояли до этого в браке, то есть они оба развелись. Эта Львова Белова развелась со священником, при том, что у нее 10 детей, там не все от нее, ну, в смысле, некоторые из них приемные, вон, похищала же она детей из Мариуполя или откуда, усыновить решила. И вот этих десятерых детей со священником мужем она бросила и вышла замуж за православного, прям вот, очень религиозного, Малафеева олигарха, который тоже развелся со своей супругой ради вот этого, ну, в общем, вот, скрепы. Самые настоящие, вот, православные скрепы. И как бы хрен бы с ними, ну, кому какое дело, с кем они там женятся и все остальное делают, но это же при том, что они вот рассказывают про священную семью, про вот все вот это, вот вслух они вот это все твердят, и при этом вот, пожалуйста, если бы они не рассказывали нам вот эти сказки, то бог бы с вами, ну, разводитесь, женитесь, как вам заблагорассудится, но, жаль, вот это вот лицемерие, двойные стандарты, так называемые, вот прям ярчайший пример вот всего этого двуличия. Далее у нас по расписанию Гурулев, наш любимый генерал-депутат, который решил проехаться по городам и весям, так сказать, быть ближе к народу, поехал туда, в Забайкалье, где благополучно потерял подвеску. Вот, сказали, вот, слушали, вашу вену, да, подвеску вырвал, ямы такие, что, или ямы едешь, я не знаю, как вы же говорите, эта дорога, Моциевская, Констакаменск, знаменитая, машина обещает только, на всем ям, чем яма таких, невозможно проехать, даже на многих этих препятствиях знаки-то не стоят, вот она яма, в ней он и вырвал подвеску. Вот, говорит, что же это такое, а где же дороги, как же ж так, вот реально просто оторвало колесо чуваку, а что ж случилось, а почему же, как тут, говорит, можно жить, вот действительно, интересно, как же тут можно жить, в стране, в которой ты депутат, и путь от войпахан тут главный, ну вот, вот, этому еще на самом деле повезло, что он там только до Забайкаля добрался, если бы он куда-то в Якутск рванул, то там все намного печальнее. Ни взад, ни вперед, машины выехать не могут. Одиннадцатое сентября. Бардак на федеральной трассе, жижа, грязь, караваны машин стоят. Ни взад, ни вперед. У кого есть возможность, воздержитесь от поездки в город Якутск и обратно. Не портите себе нервы и настроение. Жесть. Бурлаки в Якутске. Бурлаки, буквально. Буквально бурлаки. Едем дальше. Я как-то слышал историю про то, что Путя в детстве казнил утят. Ну, и думал, как бы, байка. Типа, мало ли что рассказывают. Естественно, всему верить нельзя. Мы все просто вот искренне, всей душой ненавидим Путю и желаем ему всего самого плохого. Поэтому истории про него может быть выдуманных масса. Но на самом деле нет. Он действительно казнил в детстве утят. И это вот прямо по телевизору рассказывали. Это то ли 10-й, то ли 11-й год. Короче, старый. Дело в том, что Вердмитна в походах посылала нас по очереди. Сегодня один идет в магазин за продуктами, завтра второй. Так. И вот наш Алёхов Николай, замечательный, был командирован в ближайший населенный пункт для того, чтобы добыть какой-то еды. И вот мы сидим, ждем, а что-то его все долго нет и нет. И вдруг оттуда сверху идет Алёхов и пасет вот несколько штук этих самых утян. Этих уток все равно надо было как-то ликвидировать. Живыми мы их в Ленинград взять никак не могли. Так. Но дело в том, что сами утки почему-то не хотели в котел прыгать. Что-то никому не хотелось отрубать им головы. Всем было жалко птичек. Все отказались. Тогда Володя встал и сказал, тогда что получится? Что мы останемся без обеда? Без еды? И тут, как всегда, по обыкновению, самую сложную, самую неприятную задачу пришлось взять на себя Путину. Скажите, был реальный, ну, чтобы не было уткам обидно, был реальный приговор. Что с людям тут-то и тут. Да, да, да. Зачитали приговор, да. А как это вы говорите? Вы или три утка приговариваешься к смертной казни. Ну, как-то так, да. Хитрость состояла в том, что утки-то у нас плавали, а одна все время уплывала в сторону. Вы как-то наказывали. Да, вот она была первая, она была наказана. Он взял топор, вы только мне скомандуете, вот, раз, два, три, и я тогда ударю. Ага. Ну, то есть, уток он ликвидировал с закрытыми глазами, чтобы не смотреть на них. Да, может, и с открытыми, может, с закрытыми, но ликвидировал. То есть, Алёхов, не знаю, кто это, но тем не менее, он пошел за едой купить еды в деревне, но вместо этого украл утят. Но их никто не решался убить, потому что, ну, утята милые, как же ж, дети, кто, ну, это надо быть больным шизофреником, чтобы убивать хладнокровно птичек. А вот Путя их казнил, огласили приговор, то есть, это все было обстроено именно как казнь. У них в голове не укладывается, что это как бы зашквар, что нельзя этим хвастаться. Ну, это плохо. Так не поступают здоровые психические люди. Но они-то рассказывают, что вот он молодец, лидер, смотрите, взял на себя сложное дело казнить невиновных. Ну, он до сих пор это дело и делает. И вполне возможно, скоро казнят администрацию Курской области. Но нет, не за то, что они не смогли оказать сопротивление ВСУ. За это их буквально нагруждают. За подготовку к обороне Курской области получают там награды. А казнят за плакат, призывающий вот к службе по контракту, который повесили в Курске, на котором изображен украинский солдат. Причем знаменитая фотография, это эвакуация из Ирпеня детей. Это вот самое-самое начало войны, буквально там, по-моему, апрель, если не март 22-го года. Вот эвакуация людей из-под российских обстрелов. Вот наш солдат выносит ребенка. Они взяли эту фотку и разместили. Ну, в принципе, да, Курск это Украина, так что все как бы сходится. Кого же еще на курских плакатах изображать, если не высоушников? Все правильно. А вот кого изображать в детских книгах российских, это отдельная история. Ну, собственно, кого, неправильный вопрос, потому что это наши любимые Винни-Пух и Пятачок. Все как бы нормально, казалось бы, если бы не ситуация, в которую эти животные попали. Дело в том, что сова в военной форме дала задание Пуху и Пятачку остановить врагов, которые хотят забрать наш дом, не уточняя при этом, что враги, собственно, никуда не приходили, а это они идут забирать у врагов дом. Ну, так как и в оригинале было, Пух пошел отобрать у пчел мед. Но, оказывается, вот он сделал это по указанию совы и вступил в неравный бой с жовто-блокитными пчелами. И опять-таки, все бы ничего, если бы Пятачку при этом срочно не потребовалось помолиться. И вот Винни говорит молись, брат, я прикрою. Это вот аааа, это реально жесть какая-то. Ну, я не знаю, может это фейк? Я очень надеюсь, что это фейк, но я не удивлюсь вообще ни капельки, если это кажется правдой. И все самое смешное, посмотрите, как именно молится Пятачок. Он расстелил коврик, на восток оборотился и вот читает как это, намаз там, да, или как это называется? Короче, он они нарисовали свинью вахабита. Вы серьезно? Свинью? Я бы еще понял, если бы Винни-Пух молился Аллаху. Но, блин, Пятачок, он же свинья. Ну, это же нечистое животное по той вере. Кроме того, что он, в принципе, внешне похож на Кадырова, посмотрите. И вообще, зачем детям... Ааа, зачем это все детям? Жесть, жесть. И неудивительно, что дети вырастают подонками. Потому что это же не только, ладно, там школа, да, пропаганда. Вот эти разговоры о главном. Это все пропаганда виновата. Насаждают в головы детей вот этот вот бред. Зомбируют с детства. Но нет, сами же родители точно так же поступают. Вот, например, ситуация, которая просто не укладывается в голове, как вообще, в принципе, такое возможно. Сколько? 100 рублей. Ну, иди, купи себе в магазине что-нибудь. Ребенок на глазах у матери ворует деньги. У бухого чмошника. Ну, это уже десятый вопрос. Не важно, у кого. Она ворует деньги средь бела дня и получает одобрение от родителя. И еще, ну, пойди, купи себе что-нибудь. Ты же заработала, украла, молодец. Ну, чего купила? Показывай. Пулю настоящую. Майки, сон. Ну, у меня ватки еще сдача у тебя осталась. Ну, как? Кислое. Кислое? Кубы. Фу, гадость. Ну, 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 вот как? Ну, как? Ну, это разве здоровые люди? Ну, я не могу себе представить. Даже самый какой-нибудь там нехороший украинец, который тоже любит воровать и все такое прочее, ну, он не станет ребенку рассказывать, что это хорошо, потому что он понимает, что это плохо. Украинцы, даже те, кто воруют, они понимают, что это плохо. Не хвастаются этим и не учат этому детей. Ну, как минимум в таком возрасте. Вот в этом вся Россия. Украла у Бухова деньги и купила себе пулю. Ну, патрон на самом деле, но не важно. Фух, вот на этом у меня на сегодня все. Больше слов просто нет. Всем добра. Учите детей добру и честности. Не будьте как расисты. И все будет Украина. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok